Вот этот дом, из-за которого планы по расширению улицы Карла Маркса до сих пор оставались только на бумаге. Хозяева деревяшки до последнего надеялись получить за участок больше, чем им предлагали городские власти. Спор затянулся на год. Долгие споры владельца этого дома с администрацией города наконец-то решил суд. В итоге земля и постройки обесценились на 300 тысяч рублей от первоначальной суммы, которую за них предлагал город. Теперь все соглашения подписаны, со дня на день оставшиеся и мешающие строительству дороги постройки снесут и начнут переносить коммуникации. Создан прецедент впервые на территории города Ижевска. И по сути можно говорить о том, что в следующий раз, когда муниципалитет выходит на территорию, а здесь можно сказать и о 12 микрорайоне, который мы собираемся выкупать, то муниципалитет оценивает адекватно частную собственность и, соответственно, по сути можно сразу соглашаться на предложенную цену. Потому что суд, в принципе, подтвердил правильную оценку муниципалитетам данного имущества. Завершить строительство Карла Маркса планируют уже к следующему году. Улица расширится на три полосы. Обязательно установят светофор на перекрестке с Ленина, новые остановки для общественного транспорта. Обещают предусмотреть и проковочные места. Чем больше полос будет, тем лучше все равно на выезд. Центр получается для кололипников, он ведь не загруженный, вот его надо как бы загрузить. И разгрузились бы дороги. Всем бы удобно стало. Если сделают дорогу, это будет просто замечательно. Первое, кто едет в сторону вокзала, быстрее доберется. Особенно тогда, когда приходит поезд. И это все, конечно, вообще было замечательно. На этом реконструкция одной из главных артерий города не закончится. В планах городских властей расширить участок от Кирова до переулка Северный. Альбина Гореева, Андрей Бусыгин, телеканал Майя Удмуртия.